Всем привет! Продолжаем путешествовать по моему маленькому городку, Санкт-Петербургу. Люблю я ходить на выставки, есть такая у меня фишуля. Вот, был я на выставке Нафикова Рамина. Фамилия у него хорошая, Нафиков быстро запоминающаяся. Это первая выставка абстрактных картин этого автора. Называется эта выставка «Внутренне Булгария». Вот что о нем написано. Рамен или Рамин, я не знаю, прошу прощения на какую букву удаление ставить, но пусть будет Рамен. Рамен Нафиков – это новое лицо, обращающее на себя внимание в ландшафте современного искусства на постсоветском пространстве. Это казанский художник, живущий преимущественно в Риге. Он соединяет в своем творчестве европейский артистизм с восточной энергией. Работает в основном в абстрактной стилистике. В одновременно художник стремится к самопознанию и самосовершенствованию. Работает иногда подолгу, иногда месяцами, добиваясь гармонии и особого звучания цвета. В его работах отчетливо взамен на влияние Пабло Пикассо, некоторые говорят Пикассо, и художника Афро Базаделло. Такой Афро Базаделло, Пикассо мы знаем. Но почему-то мне сразу представляется картина любительницы абсента и девочка на шаре, когда говорят его Пикассо. Альфа Базаделло, итальянский художник, это крупнейший итальянский художник-абстракционист, представитель лирической абстракции. Более известна как Афро. Да, тут его так вот называют, можно в интернете поискать. В своих работах Афро прославляет импровизация, яркость, эмоции, цвет. Вот хочу вам показать работу художникова Рамина Нафикова. Ну, кому-то он, наверное, понравится, кому-то не понравится, но это же искусство. А искусство всегда кому-то нравится, у кого-то могут возникать какие-то ассоциации, а у кого-то и нет. Вот как говорит Нафиков. В Риге меня раньше называли восточным художником, в Казани западном. Я себя не ощущаю художником с принадлежностью. А совершенно точно у меня латышская школа с живописи. И совершенно точно внутри меня Булгария. Вот так говорит автор этой выставки, которая называется «Внутри на Булгарии». Вот я вам показал все. Все, всем пока, всем привет, до свидания, до новых встреч.